Ребята, всем привет! Я решила запустить на канале эту рубрику, потому что я всегда хотела помогать людям, особенно тем людям, которые так часто помогают мне, и я говорю про своих подписчиков. И очень часто вы помогаете мне тем, что просто вы есть у меня. Я знаю, что для многих я не просто блогер, я не просто человек, которого они когда-то смотрели, либо сейчас смотрят, либо с самого детства со мной. Я знаю, что многие считают меня своим другом, подружкой, братаном. Название рубрики «Тема» — очень простое название, но мне кажется, всем понятное. Каждый выпуск у нас будет с разной темы. Мы будем обсуждать дружбу, отношения, любовь, семью, деньги, уверенность в себе, как вообще приобрести эту уверенность в себе. Я хочу, чтобы вы правильно поняли форматы этой рубрики. Это не видеодневник квалифицированного профессионального психолога или человека с огромным жизненным опытом. Это лишь мои мысли, мой опыт, мои советы, как подружка подружке или как подружка другу. Я, как и многие, не знаю решения всех проблем. Все, что я буду рассказывать в этой рубрике — это лишь мои мысли, мой опыт, мое отношение к ситуациям, мои советы. Я открою вам душу, а вы примите для себя то решение, которое посчитаете нужным. Такого долгого вступления больше не будет в других выпусках, поскольку это наш первый выпуск, я так долго вам рассказываю, что и куда. Я создала почту, которая называется «Тема помощи», и вы ее также сможете найти в описании к этому видео. На эту почту люди присылают свои истории, рассказывают свои сложные какие-то моменты в жизни, то, что они пережили, то, что с ними происходит сейчас. И мы вместе с вами... Я хочу, чтобы эта рубрика была не просто типа, где я буду болтать, что-то рассказывать. Я хочу, чтобы мы вместе помогали друг другу, чтобы мы вместе делились своим опытом, чтобы мы все стали друг другу подружками. И мне кажется, что это замечательная идея. Мне кажется, что если я смогу хоть, не знаю, нескольким людям помочь или хоть как-то приподнять ваше настроение, подбодрить, дать понять, что не все закончилось, и жизнь продолжается, что не все потеряно, я буду очень счастлива. На мою почту мне пришло очень много историй. Я, конечно же, не успела еще прочитать все, потому что их действительно очень много, и каждый день, каждую минуту мне приходят новые истории. И я знаю, что кому-то это полезно даже просто тем, что они выговорились, написали мне что-то. Истории разные. Понятно, что не все истории попадут в выпуски, поскольку многие из них примерно похожи между собой, поэтому просто слушайте внимательно, и, возможно, вы найдете какое-то решение для себя. И обязательно пишите в комментариях, мы будем указывать каждого анонима, который оставляет свою историю цифркой, и вы пишите в комментариях то, что вот человек номер один, например, с такой историей, я знаю, как тебе помочь, у меня такое было в жизни, поэтому не отчаивайся. Вот как было у меня. Рассказывайте свои истории не только на почте, но и в комментариях, чтобы люди могли их прочитать. Привет, подружка, как твои дела? Уже лет пять нравится мальчик, могу даже сказать, что люблю его. Встречались несколько раз, но в итоге каждый раз становились лучшими друзьями. Он всегда говорит, что я многое значу в его жизни, очень дорога, потому что через кучу всего прошли вместе, постоянно находимся рядом друг с другом, очень часто помогает мне в каких-либо проблемах, поддерживает. Бывали даже моменты, когда разбирался с мальчиками, которым нравилась я, но они ему нет. Ломает также то, что у него есть девушка, но всегда стараюсь радоваться, когда он счастлив. Не знаю, что делать, больно до жути. Я так понимаю, что это какая-то неразделенная любовь. Эта девочка не написала, сколько ей лет, и я никого не хочу обидеть, но судя по ситуации, которая здесь описана, мне кажется, что это какие-то очень школьные года, потому что у меня, наверное, такие истории были только в школе. Когда ты вырастаешь, хотя я не знаю, ведь каждый вырастает по-разному. Вот, например, я почувствовала себя прям суперзрослой лет, наверное, в 17. То есть я уже в 17 лет знала, ну не то чтобы что куда, но я уже понимала, что жизнь не лёгкая, что не бывает таких вот приколов. И к отношениям с парнями я тоже отношусь серьёзно. В том плане, что у меня бывали такие истории, что мне нравится мальчик, но я ему нет. Но я такой человек, знаете, я никогда не буду зацикливаться, обращать внимание на тех людей, которым на меня всё равно, потому что вы тратите свою энергию, тратите свою жизнь, забиваете себе голову ненужными вещами, людьми. Если тебе нравится общаться, дружить с этим человеком, просто тебе реально нравится с ним дружить, то дружи, общайся. И, в принципе, я думаю, есть такая тема, когда ты перестаёшь думать об этом человеке, типа я хочу с ним быть, я хочу с ним встречаться, я его люблю, почему же он на меня не обращает внимания, когда же он меня заметит. Мне кажется, как только вы перестаёте об этом думать и начинаете заниматься чем-то другим, отвлекаетесь, возможно, находите там какое-то общение на стороне с другим мальчиком, который вам, может быть, даже не сильно нравится, не так сильно, как другой парень. Но как только вы отпускаете эту ситуацию, мне кажется, всегда происходят какие-то чудеса. По типу, знаете, мне очень сильно нравится один парень, но он на меня вообще не обращает внимания, у него есть девушка там, допустим, он с кем-то переписывается, общается, но не со мной, я ему неинтересна. И вот я долго думаю об этом, думаю, блин, как я хочу, чтобы он на меня обратил внимание, но он всё никак не обращает, ему всё равно на меня. И потом в какой-то момент, когда я думаю, ну всё, достал, пошёл нафиг, просто мне надоело. Я начинаю общаться с другими парнями, и происходят обычно такие вот чудеса. Этот мальчик расстаётся с девочкой, начинает писать, допустим, мне «Привет, как дела?» и закрутилась, завертелась, потому что мне кажется, что если ты держишь это в голове и мусолишь постоянно, ты ни к чему не придёшь. Вообще, в принципе, я не обращала никогда внимания на парней, у которых есть девушки, даже если я думала, блин, такой красивый, то есть я никогда не позволяла себе влюбляться, допустим, в тех людей, заочно, например, зная, что у них есть там девушка, либо я им неинтересна, либо там мы разные, ещё что-то. Ну, то есть, знаете, я никогда не позволяла в свою голову впускать такие мысли, то, что я могу быть с этим человеком, я буду с этим человеком, я его люблю и всё такое. То есть, парни, вообще, это странный такой момент. Никогда не пускала это в свою голову, потому что не хотела разочаровываться, и потом вот, ну, так же сидеть и думать, блин, мне тяжело, я не могу так вообще, это очень сложно для меня. Почему он меня не любит, а встречается с какой-то другой девочкой. Вообще, парни и, в принципе, даже девчонки очень странный предмет в плане отношений. Я очень часто в своей жизни замечала такую закономерность. Расскажу историю. Был один мальчик, который мне не нравился никогда. Надеюсь, что он это не посмотрит, хотя я ему и не давала поводов думать о том, что что-то у нас не получится, либо он мне нравится как-то сильно. Так, в общем, был один мальчик, которому я нравилась. Он мне никогда не нравился, но я всегда поступала как не очень хороший человек и давала, наверное, ему какие-то надежды именно своим общением с ним, тем, что мы могли вместе сходить в кафе. Но это было бы не так, что там даже никаких ни за ручек, ни вообще просто вот здорово. То есть, вот такие отношения были, знаете, как, ну, как у друзей. Но конкретно в этой ситуации я всегда знала, что я не, ну, никогда ни за какие дровишки не стану там с этим мальчиком встречаться. Но он мне постоянно писал, какая я красивая, какая я чудесная. Заваливал меня кучей всяких смайликов, всякими, не знаю, там, песенками, видосики, все просто. То есть, у меня постоянно вот было ощущение превосходства. Какая я чудесная, мной восхищаются. То есть, я думаю, что многие девчонки, ну, мне кажется, что вообще это полезно, знаете. Особенно, если ты там, допустим, с парнем расстаешься, и у тебя есть такой вот человечек, который всегда тебе пишет, какая ты замечательная, какая ты красивая, давай поболтаем. То есть, это вот такие, знаете, не отношения, конечно же. И это не похоже на дружбу, потому что ты заочно знаешь то, что, ну, я с ним мутить не буду. Но ты кайфуешь от того, что он тобой восхищается, даже если он тебе не нравится. Это как, знаете, когда просто тебе уделяют внимание, например, на улице человек сказал, вы такая красивая. С одной стороны, ты думаешь, господи, пошел отсюда, ле. А внутри ты думаешь, да, да, я такая, ничего не поделать. И тебе сразу прикольно на душе, потому что ты думаешь, ну, класс, ну, приятно все равно. И я считаю, что если есть в жизни такой человечек, ну, не ругайтесь с ним, пусть всегда будет в вашей жизни. Сейчас у меня нет таких людей, ну, у меня есть парень, который каждый день мне говорит, какая прелестная, чудесная и красивая, поэтому я не нуждаюсь в таких вот дружбанах. Вот, но я просто к чему это рассказываю, что этот мальчик всегда мне писал какая замечательная, и вот в один момент он перестал мне писать. И я ему никогда первое не писала. Ну, это ВКонтакте, знаете, никогда ему первое не писала. Это было задолго до того, как я стала там популярной и, ну, начала снимать видео. Ну, не задолго, ладно, там, не знаю, может, мне лет 14 было, может, не знаю, 15 там, ну, не знаю, что-то такое. Вот. Самолет летит. И он мне перестал писать, и я начала напрягаться, типа, как так? Почему мне сегодня никто не написал, какая чудесная и прелестная? И меня это выбесило, и я сама ему написала, привет, как дела? Хотя я так никогда не делала, вот конкретно вот в этих отношениях необычных. Вот. И я понимаю, что это вот ко всему можно применить такую систему, технику, я не знаю. Когда ты очень долго пишешь парню, постоянно проявляешь какие-то знаки внимания, он к этому привыкает и думает, что так будет всегда, ну, и как бы кайфует. То есть это то же самое равносильно к парням, я уверена, не только там девушкам пишут мальчики, какая ты красивая, чудесная, и ты к этому привыкаешь, ты кайфуешь, тебе это нравится. А потом вдруг тебе человек не пишет, и ты, ну, как бы, тебе уже некомфортно. Почему никто мне сегодня не пишет, какая я чудесная? И, в принципе, то же самое, я думаю, во всех отношениях. Пока ты постоянно ходишь, говоришь там даже своему парню, какой ты чудесный, я без тебя жить не могу, все для него делаешь, вот так, вот так, вот так, ты мой хороший. Пылинки сдуваешь, он к этому привыкает и, ну, ну, и как бы вот так вот сидит и думает, ну, хорошо, сегодня меня опять там обнимут, поцелуют, приголубят. И как только ты перестаешь себя так вести, перестаешь уделять столько внимания человеку, он, ну, не привык к этому, он думает, какого фига, и он сам начинает проявлять какое-то внимание. То есть я всегда, ну, как бы история, да, мы прочитали, вот этот мальчик, бывало, там, разбирался с другими мальчиками, которые, которым нравилась она, наша анонима, один. Это для меня тоже, честно говоря, непонятно, зачем парень лезет в какие-то разборки, если он там не планирует с этой девочкой встречаться. Можно подумать о том, что он как друг, самый настоящий, хочет защитить ее, уберечь от какого-то мальчика, который не нравится ему, как кандидат для отношений с этой девочкой, например. Ну, мне это как бы непонятно, то есть из этой, исходя из этой ситуации, можно предположить, что все-таки есть какие-то чувства у человека. Может быть, это не те чувства, что я тебя люблю, хочу быть вместе с тобой, там, дружить и все такое, а просто какое-то чувство, знаете, чувство собственности. Типа вот это из той же истории, что я привык, что вот как бы я чувствую от тебя, ну, какое-то влечение к себе. Я чувствую, что я тебе нравлюсь. И вдруг появляется какой-то мальчик, который нравится тебе, и его это смущает, ему это не нравится. Я считаю, что, во-первых, если есть такой товарищ, который вам нравится, у которого есть девушка, и который может помешать вашим каким-то другим отношениям, ну, такой себе товарищ, потому что получается, что это и не себе, и не людям. То есть он и с вами отношения не заводит, и не дает вам заводить отношения с другими людьми. Мне кажется, это неправильно, и я бы сказала такому товарищу, слушай, не лезь, не в свое дело, потому что жизнь это опыт, и даже если этот мальчик, с которым вы начнете встречаться, окажется каким-то не очень хорошим, для вас это будет опыт. Вот и все. Так, что у нас дальше истории? Как вы могли догадаться, первый наш выпуск относится к теме отношений, и, пожалуйста, напишите в комментариях, как мне лучше делать. В каждом выпуске говорить только на одну тему, отношений, например, дружбы, либо я могу миксовать, то есть просто читать какие-то истории. Например, сейчас у нас будет история про семью или про друзей. То есть вот, короче, напишите. То есть первый выпуск у нас пробный, мы посмотрим, как получится, потому что все это разговоры, мысли, настроение и все такое. Поэтому пишите обязательно в комментариях, чтобы потом в дальнейшем понять и какие-то ошибки учесть, может быть, да? Наш аноним номер два. Привет, Юля, хочу поделиться с тобой своей историей. Я с парнем встречаюсь 4 года, в отношениях вроде бы все хорошо, но я безумно ревную его ко всем. Не могу доверять вообще, что бы он ни делал. Как бы ни рассказывал мне все, что с ним происходило за день, я все равно не верю и докапываюсь к каждому слову и действию. Проверяю телефон, звонки, чищу подписки в Инстаграм, спрашиваю про девушек, с кем он общался, не знаю, в чем причина, когда с ним все хорошо, не дает повода ревновать. Как только остаюсь без него на день, едет крыша и начинаю придумывать в своей голове, что он с кем-то у кого-то. Постоянные ссоры в последние два месяца на ежедневной форме и постоянно из-за меня, из-за глупой ревности. Вроде доверяю и верю ему, но как только думаю, что рядом с ним может быть кто-то, сразу бешусь. Не знаю, что делать и чем себя занимать, чтобы не думать про это. Я очень надеюсь, что ты увидишь это сообщение и поможешь мне. Я очень ревнивая, это правда. Я ревнивая, знаете почему? Даже не знаю, наверное, тоже какое-то чувство собственности. И у меня были очень большие проблемы с этим, с ревностью. Ну, во-первых, что я могу сразу сказать, что никогда. Это настолько неправильно залезать в телефон, там, к своей половинке. Это просто... ну, это гадко, я бы даже так сказала. Мне кажется, это всегда может немножко испортить отношения между людьми, когда есть недоверие. Потому что недоверие — это ужасно. Если вы не доверяете друг другу, то, в принципе, не стоит тогда вообще никакие отношения продолжать. Я вам так расскажу. Во-первых, по поводу измен. Что я могу сказать? Наверное, из-за того, что у меня родители в разводе, у меня всегда было такое... Ну, как бы с детства, знаете, пошло, что... Я боюсь, что от меня уйдет мужчина. Я думаю, что многие мои комплексы, там, со внешностью и всё такое, что было... Ведь, типа, знаете, часто кто-то может подумать то, что я просто, не знаю... Просто хочу сделать себе кучу всяких инъекций, губ, ресницы и всё такое. Но это психологические, психические моменты, которые идут из детства. И каждые наши проблемы, комплексы, особенно когда мы вырастаем, они все из детства. То есть нету такого, что вот ты как бы живёшь-живёшь, потом в один момент такой, блин, что-то вообще не то. То есть это и с детства идёт. И по поводу измены у меня всегда были переживания насчёт того, что, во-первых, мой мужчина уйдёт от меня. Самое главное, чего я всегда очень сильно боялась в своей жизни, что человек будет меня изменять. То есть у меня вот на почве именно каких-то детских таких переживаний, что родители разведены, всегда был страх, что там мужчина мне будет изменять, уйдёт от меня, найдёт кого-то получше и всё такое. Ну, типа, знаете. То есть это, на самом деле, такая сложная тема. Я считаю, что люди, которые ревнуют и боятся, что там половинка изменит им, во-первых, у них есть какие-то проблемы из детства, скорее всего. Возможно, у кого-то действительно родители развелись, кого-то предавали, ещё что-то. И вот то, что с внешностью тоже комплексы, это же тоже всё из детства идёт. Это не то, что... Ну, есть же люди, которые вот прям просто подходят постоянно к зеркалу. Господи, какая красивая, какая чудесная. У меня такого нету. Хотя сейчас я подхожу и думаю, блин, да я огонь вообще. Но вы знаете, сколько всего я прошла для того, чтобы почувствовать себя огонь. И вот когда появляется вот эта уверенность в себе, это очень сложный момент, это очень сложная тема про уверенность в себе, потому что пока ты не уверен в себе, ты будешь постоянно думать, что от тебя могут уйти, тебе изменяют, потому что ты не такой уж и хороший, ты не красотка, ты не классный, ты не умная, потому что ты не уверена в себе, ты не считаешь себя классной. И из-за этого ты постоянно думаешь, что твой партнёр найдёт себе кого-то получше. И это давит очень сильно, это очень тяжело, потому что... Ну, потому что ты этого не хочешь, но ты не можешь об этом не думать. И вот что я узнала про измены буквально недавно. Я смотрела интервью у Дудя, я забыла с кем. Ну, короче, раньше у меня была такая фишка, во-первых, то, что я всегда боялась измен, то, что мне парень изменит, а потом вот как раз интервью я смотрела, я не помню, у кого актриса наша российская давала интервью, она сказала такую вещь, что она всегда своему там мужчине говорила, вот если ты мне изменишь, вот никогда мне не изменяй, вот только попробуй мне изменить, если ты мне изменишь, я узнаю, знаю, что будет. То есть она всегда вот такие вещи ему говорила, что в конечном итоге, насколько я помню, привело к тому, что он ей изменил. Она сказала, что никогда нельзя такое говорить парню, мужу, там, не знаю, мужчине своему, неважно, Просто никогда нельзя такое говорить, потому что ты этим самым будешь привлекать вот именно эту ситуацию, там, типа, измена, навлечёшь на себя беду, скажем так, это не, ну, вот я это осознала, ну, не то что осознала, я это услышала и подумала, а она права, потому что у меня тоже такое было, у меня было такое, ну, во-первых, когда я рассталась с первым парнем, мне начали всякие истории рассказывать, то, что он мне изменял и всё такое, хотя я до сих пор на 100%, конечно, этого не знаю, я свечку не держала и нет никаких доказательств этого, кроме всяких слов друзей, которым, типа, там, бывший рассказывал что-то, ну, то есть вот такие вот цепочки интересные, я такая думаю, ну, как не поверить, в общем, такое себе И, получается, после этого то, что вот даже со Славой в отношениях были такие у нас моменты, когда, там, из-за неуверенности в себе, из-за того, что у меня было ощущение, что мой бывший мне изменял, из-за того, что родители развелись, то есть были такие даже разговоры, то, что я переживала, что может быть такое, и даже говорила ему, типа, то, что Если ты, я узнаю Действительно, вот мы со Славой, получается, три с половиной года вместе и где-то, наверное, года два Да, вот последние полтора года, может быть, даже чуть больше, не знаю, я перестала об этом думать, перестала думать про измены Я вообще, во-первых, стала уверенной в себе, и у нас отношения настолько изменились, то есть раньше он никогда не давал мне повода, вообще никогда в жизни он не давал мне повода, там, усомниться и подумать, что он не изменяет И я знаю, знаете, всегда вот бывает такую тему, ну, как он может мне изменять, я же всегда его вижу, он у меня всегда перед глазами, мы вместе, там, на дому работаем, еще что-то вместе тусуемся, кайфуем И, а кто-то может сказать, вот такие чаще всего изменяют, знаете, а кто-то может наоборот подумать, то есть, ну, такое Но, во-первых, я верю своему парню и всем советую, ну, доверяй, хотя, вот знаете, доверяй, но проверяй Но, если ваш партнер, ваша половинка, девушка, парень не дает вам поводов усомниться в верности, там, не знаю, в честности, то не нужно подозревать людей, потому что, ну, это просто не круто скажется в итоге на ваших отношениях Если вы любите человека, знаете, как я для себя решила в один момент Во-первых, я решила, что все, ну, я верю, я доверяю, я никогда не буду больше так думать, потому что у меня действительно есть проблемы с доверием к мужчинам Опять же-таки, из-за того, что родители развелись, когда я была маленькая и все такое, вот, но я над этим работаю, хотя без психолога сама Но это сложно, это сложно просто, когда у тебя есть какие-то там детские, возможно, травмы Хотя она мне это никак не сказала в том плане, что я абсолютно счастливый, полноценный человек, у меня было замечательное детство У меня все любят, у меня все хорошо в семье, но просто вот сам вот этот момент, переломный, наверное, для ребенка, он все равно как-то вот, ну, отдает в итоге Вот на меня, у меня, например, такая фигня, что у меня комплексы со внешностью были, потому что я всегда хотела нравиться мальчикам Всегда хотела быть очень красивой, всегда хотела быть очень классной, интересной И чтобы в меня все влюблялись, и никто от меня никогда не уходил, мне не изменял Поэтому, ну, в общем, такое И вот по поводу доверия тоже проблемы Но реально, я вам клянусь, что я для себя, какое решение я для себя приняла вот буквально, не знаю, года два назад, может, даже не знаю Я подумала, что мне неинтересно, мне вообще ничего неинтересно, мне неинтересно думать о том, кто мне там что-то мог там, не знаю, изменять, не изменять Я просто подумала, что пока я счастлива, пока я люблю человека, пока у нас все хорошо И пока он мне не дает поводов там усомниться в нем или почувствовать себя несчастливой и несчастной там какой-то Я не буду сомневаться в нем, я не буду думать о том, что что-то не так Потому что это неправильно, это негативные эмоции, это негативные послания в космос И чем больше ты думаешь о том, что парень тебе, возможно, изменяет, тем, скорее всего, так и произойдет Но есть еще такая хрень, если ты в чем-то сомневаешься, если ты в чем-то не уверена, то, скорее всего, так и есть Но это не у всех так Потому что не у всех там какая-то интуиция супер-пупер классная Но мне просто кто-то говорил, что, типа, если ты в чем-то сомневаешься, если ты в каком-то плане не доверяешь, то, скорее всего, возможно, есть какая-то фигня такая Что может где-то что-то переписочки какие-то, фоточки какие-то, ну, то есть, типа, такое, знаете? Ну, я с этого угораю, я к этому отношусь так, типа, серьезно, потому что, во-первых, я в себе уверена, я красотка, я вообще бомбита, просто персик. Ни в коем случае нельзя залезать в телефон к парню, это просто, ну, это ужас реально. У меня, знаете, какая фигня, у меня никогда на телефоне не стоит пароль. Это, кстати, тоже из детства. А знаете почему? Вот я знаю, вот все люди из моих знакомых, у кого на телефонах стоит пароль, им всем в детстве, там, то мама, то еще кто-то залезал в телефон. И они с детства, то есть, у них вот есть такая привычка, такое вот, не знаю, опасение, что кто-то залезет в их телефон. И все из-за того, что в детстве мама или папа или бабушка, девушка, неважно кто, брали телефон, залезали, смотрели и говорили, а что это у тебя здесь, а что это у тебя тут? И это неправильно. Вот если у кого-то там, да, сейчас уже есть дети, они подрастают, никогда не забывайте про личное пространство, потому что из детства идут все вот такие проблемы. Возможно, даже я, мне кажется, на сто процентов, я уверена, мне кажется, то, что моя мама хоть раз, там, хоть несколько раз залезала в мой там компьютер, телефон, но моя мама делала это так, чтобы я никогда об этом не узнала незаметно. И если она там что-то и находила, знаете, и если она что-то могла там увидеть, она мне никогда об этом не скажет. Она найдет, там, какой-то, не знаю, подход, аккуратно, тихонечко как-то. А вот что ты думаешь по этому поводу? То есть, она может вывести меня сама на чистую воду, если ей это понадобится. У меня мама это вообще просто, это Шерлок Холмс отдыхает, у меня мама вообще очень удивительный человек, от нее ничего невозможно скрыть, поэтому я никогда от мамы ничего не скрывала, я всегда просто приходила и говорила, мам, я тут покурить попробовала. Ну, типа, знаете, вот я вообще, не знаю, мне кажется, это самый лучший вариант, когда ребенок открыт своему родителю. Не у всех получается выстроить такие отношения с детьми, с родителями, потому что, ну, потому что все люди разные, и каждому нужен подход, плюс ко всему у кого-то может характер не сложиться. Я знаю, что, например, вот даже так вот отступить, если моей маме с моим братом, например, сложнее, чем со мной. Ну, в принципе, то есть не только вот сейчас, да, а вообще в принципе, то есть именно не схожесть в характерах каких-то моментах. И это тоже играет роль, то есть это не то, что там что-то не так. Так, нужно спокойнее относиться, потому что если вы держите своего парня вот так вот за шею, просто тварь, никому не пиши, никому лайки не ставь, чистить подписки, ну, это тоже такое, мне кажется, это неправильно. Если ему нравится быть, ну, блин, не знаю, на кого там Слава подписана, я уже не смотрю, хотя раньше у него было миллиард там подписок, я говорю, что ты это, зачем ты на них подписан? Не так, что, типа, отпишись, там, типа, что это за тёлки, а просто нахрена ты, что их смотришь? У тебя, ты же вообще в Инстаграме так не сидишь ленту, зачем? Ну, типа, выглядит просто не очень, ты же артист, типа, подпишись на самых топовых, классных, что-то на всякую кучу непонятных ноунеймов подписан. Ну, я такая, типа, крутая, у меня-то там ограниченное количество подписок, я просто не подписываюсь на всех подряд, потому что я не хочу засорять свою ленту ненужными мне, там, картинками, скажем так. Вот, и я им, как бы, говорила, типа, да почисть, что ты, но не в том плане, что там вот эта девка, а это кто? А это кто? Удали, удали. Хотя, может, и были такие ситуации, знаете, когда я говорю, а зачем ты подписан на эту девку? Он такой, не знаю, давно подписан. Я говорю, а ты что, с ней, типа, дружишь или что? Ну, знаете, что-то такое, он говорит, я могу удалить, я говорю, ну, удали. Ну, типа, вот так вот, но не так, что, так, я у тебя увидела, а что это такое? Поэтому это неправильно, так никогда нельзя делать, потому что ты человека, ну, напрягаешь этим самым. И он чувствует себя в заточении, он чувствует себя в тюрьме, и очень часто, именно когда создаёшь такие условия в отношениях, что, типа, ни шагу туда, ни шагу назад, ни шагу вперёд, очень часто из этих отношений тот же мужчина хочет сбежать, потому что он чувствует себя в заточении. А кому понравится чувствовать себя в тюрьме? Я, например, очень счастлива, потому что слава мне, например, ничего не запрещает. Я могу делать, что хочу, я могу носить, что хочу, ходить куда хочу, во сколько хочу там домой приезжать, не знаю, что угодно, я могу с подружкой, блин, в три часа ночи по даче гулять. И это не то, что ему на меня там плевать, он за меня не переживает, конечно, он мне может написать, позвонить, ну, что ты, где ты там, ну, там, это самое, вот, но суть в том, что у меня нет никаких ограничений по жизни, я ненавижу, когда люди ставят какие-то ограничения, я не понимаю этих людей, мне это непонятно, я не понимаю, зачем люди создают те условия, в которых человеку, которого ты, как бы, вроде любишь, будет некомфортно. Поэтому все, вот, задумайтесь, это неправильно. Когда с ним вместе, все хорошо, не дает повода ревновать. Как только остаюсь без него, едет крыша и начинаю придумывать в своей голове, что он с кем-то, у кого-то. А зачем такое придумывать? Зачем? Нужно просто доверять, займись чем-то. Блин, столько дел, я... Можно всегда найти, чем заняться, вот, честно. Это только вот от безделья ты сидишь и не знаешь, а что поделать, и начинаешь себе в голову всякую дурь загонять. Столько всего можно в жизни делать, даже сидя дома, понимаете? Столько всего можно придумать, бизнес-план составить, убраться, приготовить, там, что-то, не знаю, накраситься, снимать какие-то классные видосы, стать популярным в Инстаграме, снимая какие-нибудь классные макияжи, учиться чему-то, столько вариантов, блин, даже дома просто. Поэтому неправильно, поэтому задумайтесь. Я надеюсь, что многие переосмыслят вот эти вот ограничения, наблюдения, но это ни к чему хорошему это не приводит. Если вы любите человека, действительно хотите с ним быть и хотите, чтобы он вам не изменял и никуда от вас не ушёл, то просто, ну, отпустите его, не душите, дайте свободу человеку. Потому что когда, я как и сказала, если человек чувствует себя, ну, не свободным, как бы с ограничениями какими-то в жизни, ну, это же не здоровые отношения, это же не счастливые отношения, ну, как мне кажется, не знаю. Просто кто-то, может быть, с этим согласен, да, если там парень что-то запрещает или девушка что-то запрещает. Кому-то это окей, но мне кажется, таких людей очень мало. Это единицы, это вот такие, знаете, на вес золота люди. Вот таких поискать ещё надо, таких очень, мне кажется, сложно найти такого человека, которому ты скажешь, так, я тебе запрещаю вот это делать и вот это. А человек такой, знаешь, ну да, я могу это не делать. Вот базара нет. Мне кажется, таких людей очень мало, если вы встретили такого человека в своей жизни, который готов отказываться от чего-то привычного для него в его жизни, что он всю жизнь сделал, например, любил или там хотел делать, и если он готов от этого отказываться и при этом он себя чувствует счастливым, то берегите таких людей, потому что таких вы хрен найдёте. И я знаю, о чём говорю, но я не такая. Мне хрен что за претиша, это просто, ну, нереально, с этим лучше не бороться. Мне пытались запрещать в отношениях что-то, как-то не одеваться, ну, не в этих, если что, в других отношениях. Мне пытались когда-то запрещать одеваться, как я хочу, и, ну, как бы это ни к чему хорошему не привело. Даже меня называли шлюпки. Я с этого говорю, в смысле, не кто-то на улице, а мой парень мог меня так назвать. Но я не про Слава, если что говорю. То есть, да, в мой адрес могли прилететь вот такие вот нормальные оскорбления, и ты что-то себе позволяешь только потому, что я оделась как-то, вот, например, в топик какой-нибудь, где груди видно. Вот это всё, это проститутка. Я думаю, слушай, Лея. Следующая история. Я не знаю пока, сколько историй у нас будет в каждом выпуске. Возможно, их будет три, возможно, четыре, возможно, пять. Вот сейчас мы прочитали, получается, какую? Вторую историю, да? Вторую. И посмотрите, как долго болтаем. Отношения с родителями у меня тут. Ой, историй так много, девочки. Большое письмецо такое. Привет, Юль. Искренне надеюсь, что сможешь дать какой-нибудь совет. Это мои не первые отношения, в принципе, и не первые отношения на расстоянии. Но настолько плохо в первый раз. Встречались с мальчиком, он старше меня на четыре года. Он сам живёт в другом городе, где у меня живёт бабушка, а учится в моём городе. Виделись мы раза три-четыре в неделю. Виделись всегда по возможности, так как у него учёба. На тот момент ещё была автошкола. А познакомил нас наш общий друг, с которым он в одной компании. У нас были какие-то ссоры по пустякам, но в основном всё было хорошо. Потом он начал писать, что нам нужно расстаться, потому что ему хочется большего. Ну а я просто не хочу сейчас кидаться ему в постель. Поэтому я начала писать, мол, это бред расставаться из-за этого, ведь с одной стороны это можно перетерпеть. Мы помирились, прошло полтора месяца, было 31 марта, он весь день был не в сети. Я знала, что он занят, поэтому не писала ему. Знаю, что он напишет, когда будет дома. Я не дождалась, пока он будет дома, уснула, а проснулась от уведомлений. Он написал, что на этот раз мы окончательно расстаёмся без каких-либо объяснений. Я пошла спать, думала, он шутит, как-никак 1 апреля. Утром я написала ему, чтобы он перебесился, и написал, как будет спокоен, потому что я не хочу расставаться из-за его плохого настроения. Он просто заблокал меня в ВК, но продолжал смотреть мои истории в Инсте. Вечером он позвонил, сказал, что не может помириться, потому что любит другую. Он думал, что сможет её забыть, но не смог. Я прекрасно поняла даже по его интонации, что это бред. Я слишком хорошо знаю этого человека и понимаю, что такого быть не может. Но всё равно от этих слов было больно, и я просто рыдала ему в трубку. Позже написала, чтобы он подумал нормально, а не писал сгоряча. Так шла неделя за неделей, он так и не давал чётких ответов. Я лишь видела истории наших общих друзей из его города, где они катаются на машине каждый божий день, и ему замечательно без отношений. Позже он написал нашему общему знакомому, что подумывал помириться, но не знает, стоит ли. А пару дней назад этому же знакомому написал, что всё, конец. В конечном итоге прошло почти два месяца, я понимаю, что ему на меня всё равно, и вроде бы у него даже кто-то появился. Но, честное слово, не знаю, что делать. У меня каждый день дикая истерика, слёзы просто постоянно. Я не могу терпеть, не могу сдерживаться, понимая, что когда приеду в его город, то есть какая-нибудь вероятность, что я его увижу. Мне кажется, что тогда я просто не сдержусь. Вот такая жёсткая история. Аноним 3, человечек номер 3. Ну, опять же-таки, понимаете, я... Вот такие истории для меня всегда что-то вот с детским связаны, с детскими отношениями. Почему я так говорю? Потому что, я знаю, у меня были такие вот отношения там, да, до серьёзных отношений первых. У меня были отношения, у меня там, не знаю, сколько мальчиков было, с которыми я встречалась. Ну, понятно, не в один и тот же момент. Был мальчик, который мне очень сильно нравился, просто вот безумно нравился. Мне кажется, я была в него так влюблена, просто с ума сойти. И он меня очень сильно мурыжил. Ну, я не знаю, как это называется, но суть в том, что потом как-то постоянно то он не напишет, то вообще, то соврёт, то, типа, у меня день рождения, он пишет, типа, я заболел, не приду. Потом я вижу там через несколько дней, что у какой-то девчонки ВКонтакте на аватарке фотка с ним выставлена в день моего рождения. Ну, что-то такое, знаете, вот столько всяких неприятных моментов, каких-то вот гадостей за спиной, каких-то вот врунишек таких, знаете, мальчишек. Даже однажды была такая история, что мы договорились встретиться в кафе, я пришла, сидела там час, он не пришёл. И он мне потом что-то... Да так, что мы угорали, пипец. Что-то он мне там потом сказал, типа, ой, извини, я, типа, помогал папе. Ну, папе, ну, знаете что, блин, не знаю. То есть он мне об этом сказал потом уже, я не знаю, когда я уже пришла домой, уже много часов прошло. Он такой, ой, извини, я папе помогал. Ну, мне кажется, что человек просто забил. И это вот как бы я отношу вот к таким вот детским историям, когда вот ты просто вообще, ну, как бы есть отношения, ну, прийти в кафе, ну, пофиг. Типа, сегодня люблю, завтра не люблю, ну, я не знаю вообще, что я люблю. Не знаю, что хочу вообще, кто я. То есть вот такое, знаете. Знаете, мне кажется, это очень такая детская история, которую, ну, ну, она тоже имеет место быть в жизни, чтобы потом вот так вот поугарать, как я, например, сейчас угораю над тем, что было в моем так называемом юношестве, не знаю, детстве, когда там, ну, не знаю, мне лет 14 было, наверное, когда я вот с мальчиком с этим встречалась. И я угорал очень долго, что, типа, он ездил на турнир по шахматам, и поэтому он не смог прийти, или какая-нибудь такая, знаете, дичь, он спасал планету, поэтому он не смог прийти. Ну, то есть я над этим прям жестко угорала. Хотя я прекрасно понимала, что он просто меня продинамил. И по поводу вот этих вот мальчишек, которые, знаете, сегодня я тебя люблю, завтра я тебя не люблю, а вообще не знаю, что я хочу в этой жизни. Ну, как бы... Я очень сильно плакала из-за этого мальчика. Ну, конечно, ну, потому что это вот детство, понимаете, детство. Тебе кажется, что, ну, все. Ну, а зачем дальше жить? Ну, а кого я вообще еще встречу? Кому я вообще понравлюсь? Это же первый мальчик в 14 лет. То есть все это такая фигня. И вот эта вот история про вот мальчика, который по телефону говорит, ты знаешь, ну, мне кажется, что... Да не, не люблю, не хочу вообще, мне не нужны отношения. А потом с какими-то другими девчонками общается, гуляет. Ну, я не знаю, почему нельзя просто вот запомнить на всю жизнь. Если вы не любите человека, вот вы реально его не любите, вы сами знаете, что не любите, не хотите с ним быть. Не делайте ему больно. Ну, в смысле, в любом случае будет больно, да? Но сделайте это по-нормальному. Просто поговорите, не знаю, позвоните, встретитесь в кафе. Не знаю, скажите то, что я тобой очень дорожу. Ну, я не знаю, всегда же можно найти слова и сказать как-то аккуратно. Сказать, что ты замечательный человек. Ну, то есть если ты хочешь расстаться, там, не знаю, с парнем, с девушкой, ну, как бы понимаешь то, что не хочешь быть с этим человеком, ну, почему это нельзя сделать по-нормальному? Вот у меня всегда такой вопрос. Почему нельзя это сделать по-нормальному? Просто прийти, да, человек в любом случае будет плакать, которого ты бросаешь, да, если он тебя любит. В любом случае он расстроится, в любом случае ему будет тяжело. Ну, почему нельзя сделать это хотя бы по-человечески? Вот я чего всегда реально не понимаю в этой жизни. Ведь можно как-то объяснить, сказать то, что, ну, я хочу, чтобы ты была счастлива. Я не знаю, ты со мной не будешь счастлива, правда. Ну, то есть я просто... Мы не можем быть вместе. Не потому что ты плохая какая-то или там что-то такое. Мы просто не подходим. Ведь очень часто... Вот знаете, то, что я тоже поняла с годами, хотя, казалось бы, вроде это простая истина, нету вот плохих людей. Ну, нет, может и есть. Но я имею в виду, что вот касаемо там парней, да, девушек, конечно, есть плохие... Ну, люди, которые делают плохие поступки какие-то, всё такое. Но вот если, например, вы часто ругаетесь с парнем, потому что, ну, не понимаете друг друга. Он тебе говорит одно, а ты ему говоришь другое, и вообще какая-то хрень получается. И в итоге вы не понимаете друг друга, и ты думаешь, какой же ты дебил, ну вот что ты не понимаешь? Я же вот тебе чётко русским языком говорю. А он не понимает вообще, что ты от него хочешь. И это не значит, что он плохой. Реально, он не плохой. Он вообще, он может быть замечательный, просто идеальный человек, но просто не для тебя. И это нужно осознать и принять в какой-то момент своей жизни. То, что... Не то, чтобы не бывает плохих людей. Конечно, вот бывают люди, которые просто делают плохие поступки. Вот я так считаю. Но вот то, что если у вас не сходится что-то с человеком, не значит, что он плохой. Типа не значит, что он какой-то козёл, вот специальная тварь такая так поступает. Он просто... Просто он не умеет по-другому. Он просто вот такой родился. Он просто вот... У него другое понятие о жизни. У него другие там, не знаю, цели, интересы, приоритеты в жизни. То есть это тоже всегда нужно учитывать и понимать, что не бывает таких же всех людей, как вы. То есть нет такого человека, вот если бы я... Ну вот, не знаю, мне кажется, что это даже и хорошо, когда люди разные. Поэтому наш дорогой человечек-аноним-3, человечек-3, не надо рыдать в подушку. Два месяца это уже достаточный срок, чтобы уже забыть, забить. Найди себе человечка, о котором мы говорили в первой истории, который будет тебе писать какая-то замечательная, чудесная. Я всегда девчонкам это советую. Особенно, когда они расстаются. Там одна девочка мне писала, то, что она там рассталась с парнем, она очень сильно из-за этого страдает. Ну, то есть она не сама с ним рассталась, а, видимо, просто не разошлись, там, либо он ее бросил, хрен знает. И она говорит, что очень много парней ей пишут, а я посмотрела ее страницу, она реально очень красивая, ну, то есть не мудрено. Была бы я парнем, я бы сама написала. Она говорит, что много ребят ей пишут, реально хотят познакомиться, сходить там в кафе, еще что-то. А она типа всех отшивает. Я говорю, зачем? Я говорю, зачем? Тебе же не обязательно с ними семью строить, там, замуж выходить, детей рожать, спать, в конце концов. Ну, просто, ну, сходи, ну, поболтай. Ну, не знаю, что будет-то, что плохого? Ну, главное, не в лес там куда-то поезжай, да, в багажнике. Просто сходи, и все. Ну, типа, что такого? Попереписывайся. Это всегда, это в любом случае отвлекает. Я не вижу в этом ничего плохого. Тем более, если ты, ну, расстался, конечно же, да, и ты страдаешь, и вот это вот убиваться из-за человека, который ушел из своей жизни, и дай бог, что больше не приходил, потому что, как правило, как обычно бывает, вот я вам клянусь, там, не помню, с кем я болтала, что-то говорили про детей, а я очень часто в своей жизни там люблю обсуждать детей, там, жизнь, там, муж, семья, то есть, да, бизнес, не бизнес. Вот, я, кстати, в своей жизни очень редко обсуждаю рабочие какие-то моменты с кем-то, наверное, только с Кариной, там, с мамой, ну, со Славой, ладно, все, больше, в принципе, я ни с кем не общаюсь, а так вот, если с друзья, знакомые, я с ними всегда обсуждаю просто жизнь, типа, какие планы, что туда-сюда, ну, и, короче, просто я к чему. И мы говорили, короче, про детей, и вот девушка, с которой я болтала про детей, она мне такая говорит, ой, слава богу, просто спасибо, господи, что я не родила от бывшего мужа. Я думаю, мне кажется, так со всеми бывшими в какой-то момент ты понимаешь, господи, ну, просто спасибо. Кого благодарить? Кого целовать за то, что я не родила от бывшего? Потому что, знаете, в жизни все бывает. Вот реально отношения все туды-сюды, ну, залетело, ну, с кем не бывает. Хотя я к этому очень, не очень отношусь, к залетам. Я считаю, что дети это не так, что типа, ой, прикольно, ну, ладно, что-нибудь с этим придумаем. То есть я к этому отношусь серьезно, что дети это как бы, для меня, в идеале, это как бы планирование ребенка, а не так, что, а, ну, короче, залетел, ну, ладно, чего, ну, с кем не бывает. И ведь может быть такое, я думаю, господи, вот реально, может, это звучит ужасно, может быть, я говорю, как-то очень тяжело и ужасно, да, и кого-то это пугает даже, но вот просто представьте, я уверена, что есть, ну, есть такие истории, их много, у меня даже есть знакомая история одна такая у знакомой, что ты встречаешься с человеком, и вы еще так мало встречаетесь, и, может, даже там и не планируете вообще что-то там такое, и вот просто выходит так, что реально вот залетело. Хотя я всегда говорю, ну, твою мать, предохраняйся, ну, придумали же для тебя специально, для этих приколов, чтобы их не было. Ну, как бы, если ты хочешь все нормально, по красоте сделать, но при этом хочешь любовью заниматься, почему бы не предохраняться, я всегда об этом думаю, да, как бы, просто очень много всяких историй, и когда мне кто-то рассказывает, ну, и вот, я короче залетела, таких историй очень много, когда вот ты реально, типа, залетела, и все. И ты понимаешь то, что ты этого человека не любишь, жить с ним не хочешь. А ну, а ребенок, что, ну, а ребенок, все. А все. А может, надо было раньше думать, а все. Поэтому я считаю, мои хорошие, не держитесь за прошлое. Вот реально отпускайте, говорите, спасибо за опыт, пока. Спасибо, что нет с тобой ничего общего. Я уже снимаю час, мне даже не верится. Наверное, для первого выпуска хватит, чтобы вас тоже не грузить. Дальше больше истории, будем другие темы обсуждать, и, конечно, другие истории про отношения тоже брать. Не знаю, в принципе, такой вот первый такой опыт, но мне, в принципе, было интересно с вами поболтать, рассказать вам что-то, даже если, может быть, там, это истина, которую все знают. Ну, по крайней мере, может, кто-то одумается, вспомнит и услышит это еще раз, там, от меня. Потому что, знаете, часто такое бывает, что ты знаешь сам, вот я знаю, что вот, ну, лучше предохраняться, да. Но когда тебе кто-то это еще говорит, ты знаешь, обязательно вот это делай. Ну, там я уж не говорю про всякие какие-то болезни, да, которые могут передаваться, потому что, кстати, мне кто-то написал, обязательно обсуждай темы секса, темы вот этих вот моментов, потому что у нас в стране с этим все очень туго. Ну, типа, никому никто ничего не объясняет. Есть реально люди, я знаю, есть реально такие люди, которым не родители, никто ничего не объяснили. Вообще в жизни, в принципе, они сами не смогли узнать такую информацию, что можно чем-то заболеть, блин. Оказывается, ты не просто шпохнешься с кем-то, а можешь сейчас заболеть, блин, еще и залететь можешь, а еще что может быть. Ну, то есть, типа, не все, как бы, да, такие вещи обсуждают, там, интересуются тем более. Просто я ко всему в своей жизни максимально всегда осторожно, серьезно, потому что, вы знаете, я уже говорила, я очень серьезный человек. Посмотрите, как солнышко вышло. У меня аж такая замечательная нота, на ней мы сейчас с вами попрощаемся. Солнечная нота. Я очень надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Вообще, напишите обязательно ваше мнение по поводу этой рубрики. Это такое же разговорное видео, только оно всегда у нас будет на определенной теме. Так вот, про секс. Ну, будем это тоже обсуждать. Конечно, придем к этому. Вот, просто не все сразу, мои хорошие. Потому что я считаю, что как можно не относиться вот к таким вещам серьезно. Просто, ну, как бы, мозги надо иметь. Вот недавно я вспомнила, как там это имеет, там, береги честь с молоду, ну, что там? Что-то такое. Ну, берегите ее, короче, эту часть. Вот реально, не надо с каждым, там, туды-сюды и по приколу. Нифига не по приколу. Ну, короче, ладно. У нас еще много всяких тем. Обязательно пишите на почту, которую вы видите на экране. И она также есть в описании. Обязательно оставляйте комментарии. Давайте вместе помогать друг другу. Пишите, что... Чем я вам помогла? Чем не помогла? Пишите, там, какие-то советы для меня. Может быть, что я не знала, чтобы я тоже что-то узнала в этой жизни новое. Обязательно, чтобы мы вместе делились опытом, знаниями, мыслями. Я думаю, что это будет просто офигенно, если мы все будем друг другу помогать. На этом все. Спасибо еще раз большое всем за просмотр. Если вам зашла эта рубрика, и вы хотите продолжений, то обязательно ставьте лайки, чтобы я знала, что, ну, как бы, надо снимать больше, чаще, и, ну, будем работать, да? Всем пока!